Парада не будет. Во всяком случае, 9 мая. Главный праздник страны словно обнищал. Для русского размаха победы он пройдет слишком незаметно. Президент уже назвал это решение непростым, а некоторые россияне его вовсе не поняли. Это плохо, конечно, плохо. Отрицательно. А почему? Потому что это наша победа, это было 9 мая. Я думаю, что здоровье, это тех же и ветеранов важнее. Через год нет гарантии, что опять у нас все это не повторится, либо не продолжится. Отметим 13 июля. И что тогда? Какой-то праздник. Перенос должен быть через год. А вот причастные так не думают. Председатель Краевого совета ветеранов говорит за всех следующее. Я уверен в беседах с ветеранами, они ждут этого парада. Они смотрят на эту мощь, которую показывают во время парада. Поэтому у них дух боевой поднимается. В Крае и так осталось всего 600 ветеранов. Лишать их праздника нельзя, но никто и не собирается. Официальная версия – это перенос парада, когда пандемия уйдет. А значит, конкретной даты нет, но есть символичные варианты – 24 июня и 3 сентября. Различные эксперты уже рассуждают, когда же назначат празднование Великой Победы и что новая дата может значить для страны и властей. Ни первая, ни вторая дата в российском обществе не были воскребованы и никогда не праздновались. На рейтингах власти это вряд ли отразится. Вряд ли в дальнейшем празднование того же 3 сентября сможет затмить 9 мая. Да и вряд ли какие-то мероприятия по этому поводу будут. Скорее всего, то, что перенесут, будет разовым. И с этой точки зрения, конечно, 24 июня было бы наиболее символично. 24 июня прошел Парад Победы 1945 года. Но большинство, судя по динамике пандемии, считают эту дату опасной. А по мнению историка Вячеслава Должикова, над миром сейчас навис не только вирус, но и глобальный системный кризис. И вылез он может в том числе в новый конфликт или, как считают другие эксперты, в экономические, политические противостояния. В этой ситуации необходима бдительность для того, чтобы не допустить рецидива мирового военного конфликта. А кризис, в общем-то, этому способствует. Удобной датой в этом плане не представляется для празднования в мировом масштабе, конечно же, август месяц. Начало августа – это 75-летие Победы не только уже над нацистской Германией и союзниками, но и над эмилитаристской Японией. А это сейчас могло бы напомнить о единстве мира. Но символичным месяцем все же стал бы сентябрь. Смотря на период, Владимир Путин изменил дату окончания Второй мировой войны в России. Это не второе, как во всем мире сентября, а третье – традиционный день воинской славы. И по словам военного историка Дмитрия Вейнана, это есть и основания. Второе сентября – это дата окончания Второй мировой, общепринятая. Третье сентября – это официальная дата, установленная указом Президиума Верховного Совета СССР в 1945 году в нашей стране, к день окончания войны с Японией. Поэтому эта дата также полноправна, так же, как и 9 мая. Третье сентября очень быстро убрали из перечня дат выходных. И 9 мая вернулся к нам в календарь как выходной только в 1965 году. А 3 сентября так и не вернулся. Однако последнее слово в проведении Парада Победы будет за медицинским сообществом. И в наших же силах приблизить эту дату, соблюдая самоизоляцию. А День Победы в этом году уже становится праздником семейным, когда вспоминать своих героев нужно не только на плацу, но и в кругу родных. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком.